Слава нашему Господу! Буду читать несколько мест Писания. Бытие, 12 глава, 9-10. «И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу, и был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Следующее место Писания, Деяние, 7 глава, 11 стиха. «И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую. И отцы наши не находили пропитания. Яков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз». Снова возвращается в книгу Бытие. 45 глава, два последних стиха. «Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова отца их, и сказал Израиль, «Довольно, еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру». И еще с Нового Завета, уже четвертое место Писания, читаю, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, три последних стиха. «И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинным. И многие там уверовали в него». Это про Иисуса Христа. Уже год этот подходит к концу. И мы разные имели в нем. Имели переживания, имели радости. Кто-то что-то приобрел, кто-то что-то потерял. Мы болели, мы были здоровы, но мы всегда имели, что покушать, всегда имели одежду, тепло. Господь благословлял нас обильно, слава Ему. Мы идем в Новый год и не знаем, что будет в нем. Сколько Бог отмерил нам жизни в этом году. Оборвется ли жизнь наша в этом году, или мы проживем весь год следующий, мы не знаем. Знает Бог. Но мы Ему доверяем, просто доверяем. Люди Божьи, они тоже имели разные переживания в своей жизни. И мы видим, что Авраам, отец всех верующих, он так назван, отец всех верующих, он тоже имел трудности в своей жизни. И в его жизнь пришел голод. Это трудные времена. Это трудные времена. Говорят люди, что это хуже войны. И я с этим согласен. И когда в его жизнь пришел голод, он пошел в Египет, потому что там можно было пожить, можно было пропитаться. У него там были трудности. Мы из Писания знаем. Но вот уже внук его, Иаков, в жизни своей много натерпелся, много скорби у него было. Сына потерял. Думал, что он мертвый. И в его жизнь тоже прошел голод. Эти же обстоятельства, что постигли его деда, эти постигли и его. И очень похожая жизнь началась. Знаете, что он делает? Он идет по следам деда. Он услышал, что есть хлеб в Египте. И тоже так делает. Идет, посылает сыновей туда. Идите туда, где мой дед нашел пропитание. Братья и сестры, я перевожу это в духовный смысл. Мы сейчас будем и за детей молиться. И вот так есть в нашей жизни. Когда приходит беда, когда приходят трудности, мы начинаем оглядываться на своих отцов, на своих дедов, на предыдущие поколения, как они проходили. Даже, я вам скажу, вот эта война, что пришла в Украину. И многие не знают, как поступить. Как правильно поступить христианам в этой войне. И знаете, что делают? И правильно делают. Оглядываются на своих дедов. Как они поступали. У них тоже была война. Как они делали. И правильно делают, что оглядываются. Мы видим кончину жизни наших предыдущих поколений, что они веру сохранили. И много, много раз наши родители нам указывали, посмотрите, посмотрите на прежние поколения. Посмотрите на их кончину. И когда мы вспоминаем эти моменты, читаем, слушаем, сейчас в интернете много рассказов, слушаем какие-то события, что переживали наши предки, так сказать, мы возвращаемся туда, чтобы там напитаться хлебом. и правильно делаем, братья и сестры. Но Яков не знал борьбу его сына там, в этом Египте. Мы знаем, как Бог действовал среди отцов наших, среди дедов наших. Но сколько раз они рассказывали, как им трудно было. Аврааму нелегко было. И с поколения в поколение нелегко. Каждое поколение проходит пресс какой-то. И это нормально, возвращаться туда, где было прежде. Так Иисус делал. Как ни странно, но у Иисуса был такой момент в жизни, когда Его не слушали в храме, в храме, Его не слушали, в Иерусалиме. Он, знаете, что сделал? Я зачитал. Он пошел туда, где начинал. Он возвратился на то место, где притрестил Иоанн. И из Иерусалима, и из храма многие шли к нему туда, вот там, у истоков. И там уверовали в Него. А в Иерусалиме в Доме Божьем не уверовали. Почему? Братья и сестры, пусть наши мысли возвращаются туда. Это нормально. Это нормально. Брать пример с тех, которые пришли и сохранили веру. Это нормально. Но и эти, которые сохранили веру, сколько раз смотрят на молодое поколение и думают, ну, в Египте они, ну, что-то там с ними не так. Но не знают, какие трудности они проходят. Иосиф не раз был под прессу. И, как ни странно, у Него был хлеб. Я говорю это к тому, что должно молодому поколению посылать колесницы, я образно говорю, и приглашать в свою жизнь отцов. Не просто, как бы не означай, ну, может, что-то скажите нам, и все. Нет, на лучших колесницах, с самыми лучшими приглашениями приглашать отцов в свою жизнь в эти пустыни, в эти Египты. И отцам не просто идти, а на этих колесницах бежать к молодому поколению. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Мы войдем в этот Новый год. У нас разные переживания, могут быть разные взгляды, в одной семье разные взгляды. Это нормально, у каждого у нас есть свои характеры. Но пусть это единение будет с Господом и друг с другом, чтобы напитаться, чтобы был у нас хлеб от Господа. Хлеб от Господа. Вот как он берется в этих сложностях, в этих трудностях. Знаете, эта женщина шла за Христом и кричала. Христос не обращал внимания. Ученики уже обратили внимание, она уже им надоела. И Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, да, Господи, но и псы едят эти крохи. А что это было? Идти кричать, надоедать людям, не давать покоя им, соглашаться, что она как пес этот. А Господь обращается, говорит, женщина, это велика вера твоя. Братья и сестры, это в последнее время как никогда нужно кричать Господу. Он знает наши желания, но нужно кричать Господу. Пусть другим мы непонятны будем, но это будет вера. Это вера. И эта кроха накормила ее жизнь. Этот хлеб от Господа принес перемены в ее жизнь. Она возрадовалась, потому что Господь соделал свою работу в ее жизни. Аллилуйя нашему Господу. Будем идти к нашему Господу, будем молиться. Имею такое пожелание всем нам, чтобы мы в этот год вошли с такими чувствами друг к другу. Написано, имейте те же чувствования, что во Христе Иисусе. С такими чувствами, чтобы мы их могли взять и войти с ними в небо. Чтобы во вратах нас пропустили с такими чувствами, с таким характером, с такими намерениями, чтобы в небо для нас было открыто. Если мы несем эти чувства, чтобы нас пропустили туда. Вот с такими чувствами пройдем по жизни. Пусть Господь благословит нас. Будем идти к Нему, будем приближаться друг с другом на колесницах. Я так образно говорю, на колесницах бежать друг к другу и просить у Господа хлеб от Него, хлеб с Его стола. Давайте пополимся за детей и друг за друга.